Дорогие наушники. Продолжаем рассматривать удар мало из крыла. И давайте посмотрим характерные ошибки. Вот сейчас мы ее немножко отработали и поняли, что есть уже о чем поговорить. Итак, ошибка типичная первая. То, что напрягаем руку. То есть вы начинаете напряженной рукой, в результате удара нет. Масса не передикает, вы не вкладываете всю массу, поэтому за счет того, что вы напряглись. Вот те участки, которые напряглись, те и участки в ударе. И удар получается не перетекающий, не волновой, как его некоторые называют, а просто вот как будто жесткий удар. Это первое. Дальше. Руку. Как поднять руку. Почему с крыла называется? Потому что начинается вот такое движение рук, как будто крылья поднимают. Потому что если вы сразу руку натаскуете сюда, это руку видно и дальше удара уже не будет. Сила, нет куда ей взяться. Не стоит ее поднимать и сюда, как для оплеухи. Это уже не стоит. Не стоит ее сразу тянуть к точке атаки, это будут уже по щечке. А все-таки это с крыла. И еще чем характерно с крыла, что кроме того, что вы поднимаете локти, поднимание локти говорит о том, что я могу ударить локти. Могу. Вот в этом только начало движения. А дальше вы начинаете раскручивать движение удара. Но теперь давайте посмотрим еще какая особенность. Ваша задача не идти прямо к цели. Возьмем локти и руку. Сейчас посмотрите. Вот у меня цель лицо. Вот я показываю удар не в лицо сразу, а вот в эту цель. Вот я выбрасываю руку как бы к этой цели. Поэтому противник свободен, успокоит совершенно. Потому что удар наносится мимо. Все, что летит мимо нас, нас не с оборону. И вот с этой цели, когда я выбрасил мимо, потом только рука разворачивается в цель. То есть первое движение должно быть мимо. Еще дальше чуть-чуть ручку вот сюда. Вот так. Посмотрите. Вот оно цель туда выбрасывает. И дальше поворачивается. Вот оно движение. В ударе. Еще раз говорю. Если вы наносите тыльной стороной, то это кисть, кистей, расслабленное запястье и здесь гайка на конце хлыста. Если у вас рука напряжена, сильного удара не получится. И ваша жесткость потом отдаст это ваши суставы. Локтевом и плечевым. Вам это незачем. И удар как бы загребающий. Посмотрите. Вы не просто его отталкиваете к удару. Вы его загребаете к себе. Вот таким движением к себе. И за счет переноса массы вы как бы уходите и начинаете изгребать партнера. То есть движение идет к себе. Вы бросили руку и к себе. Это не от себя. И еще просто тест. Если ваш партнер стоит. Вы ставите удар, все равно можно ставить на человеке. Удар. Ну не траектору движения, а не силу, конечно. То если партнер видит ваш удар с самого начала, как опасность для себя, значит удар не верный. То есть если ваше движение пойдет сразу, это подслеживается и видно. Если ваш удар направлен мимо, а потом он пришел, значит удар правильный. Это так вот как бы маленькое замечание, которое стоит обратить внимание.